...общество использует наш ресурс, уже на сегодняшний день как раз используемой современной технологией блокчейн, распределенного реестра, что дает прозрачность и сохранность данных, ну в первую очередь, то есть я считаю, что на сегодняшний день технологию именно здесь можно использовать так. Мы не говорим о криптовалюте, о разных биткоинах, которые многим еще не понятны, мы говорим именно о технологии распределенного реестра и удаленной базы данных, которая позволит именно сохранить данные не на каком-то одном сервере, а действительно распределить ее по всем компьютерам-ступенцам, чтобы они знали, что данные всегда сохранны, они неизменны, записаны в блок, единожды остаются там. Это, соответственно, исключает возможность каких-то там коррупционных схем. Баверий. Вот, да, соответственно, это дает возможность действительно убедиться людям, что те слова и программы, которые были созданы, они реализуются на деле, записаны и, соответственно, осуществляются практически. Ну, вот на сегодняшний день наша платформа работает в сфере реального сектора экономики, мы действительно и за этот год и создали рабочие места, дали возможность людям работать, да, то есть практически мы эту платформу уже оттестировали в реальном, там, гражданском кодексе Российской Федерации, с людьми, с народом поработали, работаем, то есть, ну, и понимаем, как осуществлять потоки там и денежных средств, в том числе, и любых других там активов. И буквально недавно, то есть, ну, это вот вкратце о показателях платформы, что она дает делать, к сожалению, всех возможностей не раскрыть ее и потенциал, потому что это потребуется там целый час вам рассказывать о технологических особенностях, о внутреннем устройстве платформы, то есть, что есть возможность на сегодняшний день уже пользователям обмениваться информациями, посылать, допустим, какие-то ценные данные, общаться коллективно, смотреть полностью реестр совершенных операций и смотреть в каких программах, например, ты принимаешь участие, то есть, полностью это все реализовано. Возможность вторичного, вот как раз, ну, вот, приступка прав требований между пользователями, то есть, вы можете при помощи платформы на таких, скажем так, ну, условно, торгах обмениваться своими реальными активами, то есть, у кого-то есть там одни купоны и там одна какая-то, там, допустим, материальная ценность, у другого есть другая, мы можем спокойно обмениваться, да, то есть, как раз это дает универсальное средство обмена, уже реализованное на платформе. И, соответственно, возможность получать вознаграждения в реальном, ну, то есть, времени, да, получать их, то есть, их выводить себе, там, например, там, на карточку, на банковский счет, то есть, это все можно делать уже сегодня. Причем, это уже реализована технологией блокчейна, опять же, повторюсь, сейчас я вам покажу небольшое видео, оно будет немного технического характера, но я думаю, что для научных сотрудников это, может быть, будет как раз с практической точки зрения интересным. То есть, для кого мы все это делаем, да, это возможно и применять, то есть, и для бизнеса, и для стартапов, вот, опять же, здесь говорили, да, там, и о научных разработках, социальных проектов и проектной деятельности, в том числе и для каких-то вот инновационных разработок, то есть, и, ну, что это нам на сегодняшний день дает? Это дает возможность оценивать и следить в онлайн-режиме за любым проектом, то есть, любой человек, он создал проект, сейчас мы увидим там небольшой шаблон, он не до конца заполнен, там, вот, именно техническая сторона, но вы поймете, о чем я говорю. А здесь представлен просто немножечко масштаб рынка, чтобы вы понимали, то есть, на сегодняшний день в России, по оценкам ЦБ, он составляет порядка 500 миллионов рублей, ну, то есть, вот, неких обязательств, которые были выпущены вот на таких крауфанинговых платформах, то есть, на текущий, там, 2016 год, он составляет порядка 500 миллионов, это, примерно, да, там, 8-9 миллионов долларов. Чтобы вы понимали, в среде именно блокчейна ежемесячно, то есть, этот оборот составляет порядка 10 миллионов долларов, то есть, соответственно, в год это 120 миллионов, плюс прибавьте мировой оборот крауфандинговой индустрии, это 34 миллиарда на 2015 год, то есть, в этом году, в 2016, он составит уже порядка 60 миллиардов, потому что индустрия просто удваивается, ну, каждый год, вот, вы можете видеть по динамике вот с 2012 года, это официальная статистика. Прогноз мирового банка говорит о том, что уже к 2017-18 году рост индустрии может составить 90 миллиардов, это говорит о том, что именно эти инструменты, они сейчас дают возможность, действительно, аккумулирования, ну, там, больших средств и движения этих средств, ну, там, в интернете. Здесь именно, ну, проведено небольшое сравнение платформ, стартрек, бумстартер, планеты, это все российские платформы, и, соответственно, наша платформа тоже. После внутрения технологии блокчейн мы получаем, ну, неоспоримые преимущества, плюс некоторые технологические особенности платформы, они дают, то есть, прям, реально колоссальное отличие от других платформ, представленных сегодня на рынках. Более подробно я там смогу это, ну, надо объяснить, почему именно вот здесь вот стоят эти плюсы, и как они отражаются на работе платформы. В целом, то есть, цикл каждого проекта, размещенного на платформе, если говорить там о размещении какого-то проекта с целью привлечения, допустим, финансирования, он состоит вот из этих шести этапов. То есть, это регистрация на платформе, создание проекта, выпуск непосредственно токенов, то есть, именно вот в самой технологии, при помощи технологии блокчейн. Дальше непосредственно идет реализация проекта привлечения и финансирования, пятый проект, то есть, уже получение проекта денежных средств и его там имплементация и внедрение в жизнь. Шестой проект, это вот как раз перемещение этого проекта непосредственно на вторичные таргетности, на переуступку прав требований и получение потенциальных вознаграждений непосредственно от проекта, в каком виде они бы там не выступали. Либо это будет какое-то не финансовое вознаграждение, либо какая-то модель роялтс или по финансовым вознаграждениям, что тоже может быть. То есть, в основе реализации здесь лежит непосредственно интеграция блокчейна Waves, поскольку именно эти ребята, эта команда наиболее близка именно к реализации сегодня вот как раз для широкого круга масс, то есть, именно применение технологии блокчейн наиболее быстро реализуемой сегодня вот при помощи, ну, совместно с нашей платформой очень получилось отличное технологическое решение. Вот, то есть, сегодня мы уже интегрировали API Waves в тестнете, то есть, в тестовой сети пока релиз еще Waves не запущен онлайн, это одно, они анонсируют уже буквально там, ну, то есть, неделя-две, и уже это будет все работать в реальном времени, но в тестнете, сейчас я вам покажу, как это уже все работает. Вот команда, которая последнее время, ну, то есть, последние три дня активно работала над тем, чтобы реализовать все это и воплотить уже в жизнь непосредственно с применением технологии блокчейн, это представители, как вы видите, абсолютно разных конфессий, в том числе из банковского сектора и технологии блокчейн, и программисты, и маркетологи, и предприниматели, там, и эксперты в технологии именно, то есть, в технологии блокчейн, то есть, все мы совместно работали над этим усердно, и у нас очень получился хороший результат, и с точки зрения технической, и, в принципе, концептуально описали мы очень классный проект, я замерите, потом пришил, то есть, там, на четырех листах очень расписана подробно концепция, как это все будет дальше реализовываться, но вот здесь вот сейчас должно включиться небольшое видео, оно в ускоренном режиме, потому что, то есть, ну, чтобы было у вас понимание, я сейчас быстренько прокомментирую, то есть, вот таким образом происходит регистрация, там, создание проекта на платформе, вы выбираете любую категорию, название, то есть, представьте себе, что это может быть, там, ну, регистрация любого социального проекта, который вы придумаете, например. Слушай, это такой человек, ну, на самом деле, так работал. Да, ну, в общем, он быстро выбирает эту тему, здесь полностью можно составить презентацию, вот, видите, счета, какие существуют, добавить этапы инвестиций, их может быть, там, 5, 10, 15, может быть, с увеличением, там, стоимости активов, там, или, наоборот, со снижением цены, например, да, то есть, какой-то некий обратный опцион, полностью выбираете, какое количество, допустим, этих вот, ну, то есть, токенов, или, скажем так, вот этих вот, калионов, как удобнее вам, да, то есть, вы выпускаете, на какой срок, какая будет минимальная стоимость, срок реализации, то есть, все эти этапы будут видны потом людям в доступе, вы, наполняем, вы добавляете свою команду, можете тут всех расписать, медиафайлы, любые видео, презентации, причем в процессе потом реализации проекта, вы можете дополнять эту информацию, вы можете добавлять видео, и все люди, достаточно, то есть, вам не стоит, не нужно создавать никаких сайтов, вы достаточно быстро можете создать эту историю, а дальше здесь, вот, по слову, пошла уже технология, ну, пошел уже технологический аспект, я вот сейчас буквально секундочку вернусь, то есть, в чем, ну, то есть, суть именно технологии блокчейн и ее применения, вот, после запуска проекта, здесь вот размещается изображение, даже или это описание, и, ну, непосредственно ваша презентация, вот здесь, после создания проекта, создается публичный ключ и приватный ключ вашего непосредственного публичного кошелька, на который вы там привлекаете, ну, то есть, в данном случае, допустим, финансировали на реализации какой-то там идеи по проекту, вот, это и есть, как раз, сама технологическая особенность, в тестовой сети создаются эти ключи, далее вы видите, как технически, а, нажимаю, далее вы видите, как технически, 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 ну, все заработало, и, ну, снова, брюки превращаются, и, кстати, технологическая история стала работать, просто непонятно, почему нельзя вот немножко перемотать, ну, в общем, сейчас быстро, мы это увидим еще разочек, повторение, как говорится, мать учения, собственно, и возможность увидеть вернувшихся участников, то есть, вот, еще раз мы проходим этот процесс, и дальше, вот, после создания этого публичного ключа, начинаем прокалить транзакции, непосредственно передача данных в сам блокчейн, дальше идет непосредственно выпуск этих токенов, их эмиссия в системе блокчейна, это все синтегрировано уже с платформой, вот, это вот уже опять местная история, ну, в общем, там, как кошелек, на который собирается финансирование, ну, да, в общем, да, давайте я просто уже объясню это, наверное, все-таки на словах, потому что уже 4, 3, 4 раза слушать, вот, самое главное, то есть, да, именно как раз приватный ключ остается непосредственно у самой платформы, по публичному ключу привлекается финансирование, только после успешного, например, привлечения стопроцентной суммы на проект, при помощи приватного ключа передаются средства непосредственно проекту на его уже кошелек, и он может их использовать и уже распределять на нужды, которые были, в принципе, заявлены. И здесь, как раз вот на главный этап уходит именно, ну, то есть, в первую очередь, репутация самих проектов. Мы можем защитить все транзакции, мы можем все это сделать, но только лишь, ну, опять же, добросовестное отношение, ну, то есть, позволит, ну, именно воплотить все идеи, которые здесь озвучиваются, потому что все это без, ну, именно кооперации и взаимоотношения дарей, то есть, ну, можно, в принципе, загубить любую идею. А так, ну, то есть, я ответственно могу заявить, что мы со своей технологической разработкой, которую мы делаем, ну, то есть, уже на протяжении двух лет, это достаточно огромное, ну, как огромное, относительно, да, то есть, это большая сумма инвестиций, которая была внесена и интеллектуально, и в денежном эквиваленте. Вся наша команда поддерживает инновации, которые внедряя Ступина, и мы с удовольствием тоже готовы внести свой вклад в виде, там, технологической разработки, кстати, которая сейчас на международном уровне, в международной компании аудиторской будет проходить оценка, то есть, мы сможем сказать, что, допустим, наши активы, там, стоимостью, там, 300, там, я не знаю, 600 тысяч долларов, или сколько, там, 50-60, ну, не знаю, 30 миллионов рублей, мы готовы внести тоже какую-то, то есть, ну, часть, как вклад в... Ну, конечно, мы полностью внести непосредственно, ну, как вклад в потребительское общество, чтобы повысить еще, ну, опять же, то есть, активы, ну, то есть, самоуступенные, чтобы придать этому вес и непосредственную ценность. С удовольствием приложим к этому все усилия. Поэтому я благодарю всех за внимание.